В понедельник в больнице скорой неотложной помощи, не приходя в сознание, умерла 33-летняя Наталья Гура. Женщина пострадала вследствие ДТП на перекрёстке улиц Холодногорска и Полтавский шлях, недалеко от станции метро «Холодная гора». Днём в субботу, 5 ноября, 49-летний водитель ВАЗ-2106 перед перекрёстком выехал на встречную полосу движения, пытаясь обогнать маршрутку. В результате машина вылетела на тротуар в районе пешеходного перехода и травмировала женщину, фактически придавив её к столбу. И получается она просто размером со своего роста, естественно капот машины, её припечатала полностью к столбу и у неё оказался открытый перелом ноги, артерия, сосуды все порваны, таз раздробленный, ну и как бы естественно может быть даже отбиты какие-то органы. В облуправлении нацполиции рассказали, водитель сел за руль пьяным. Водитель в состоянии алкогольного спьянения с переломом ноги и закрытой черепно-мозковой травмой, а также пешехода, женщина 82-го года, с переломом ноги, численно кровоотратою, было отправлено до медицинского заклада. На данный момент открыто криминальное проведение, обставины причины пригоди з'ясовываются. Сейчас виновник ДТП в розыске. В день аварии его с закрытым переломом ноги и многочисленными ушибами также отвезли в неотложку. После того, как медики оказали ему помощь, водитель шестёрки скрылся в неизвестном направлении. Как он мог уйти с поломанной ногой? Якобы у него, как это называется, закрытый, сложный закрытый перелом ноги, ушиб грудной клетки, ушиб головы. Ну, то есть, как бы человек, что, на четвереньках убежал или что? Зачем тогда там милиция? Ну, а теперь понятно, что следователь, она ищет иголку в стоге сена. Потому что, так как она рассказала, что они осматривали машину, опять-таки, по нынешним нашим новым законам, на этой машине может ездить кто угодно. Сегодня Вася, завтра Петя в таком духе. Поэтому в этой машине, она говорит, ну, реально машина ничья. Ни документов, ни ключей, ни личных вещей, ничего нет. Друзья Натальи в социальных сетях создали группу, чтобы найти всех свидетелей ДТП и, возможно, тех, кто знает о том, где находится виновник аварии. Сейчас в группу регулярно приходят сообщения с угрозами от неизвестных. С какой-то левой странички начали приходить угрозы, шумов. Вы успокойтесь, будет всё хорошо. В интернете все фотографии с места ДТП были затёрты. Его лицо и номер машины был затёрт. Кто-то же этим занимается. В понедельник около четырёх часов вечера в городе Южный на железнодорожной станции Комаровка правоохранители задержали белый фольксвагентранспортер. В багажнике автомобиля лежал труп парня. 20-летнего Артёма Бесклинского белый фольксваген сбил вечером в воскресенье 6 ноября на улице Украинской в городе Южный. 30-летний водитель автомобиля и двое пассажиров просто погрузили тело пострадавшего в багажник и скрыли с места ДТП. Сосед там был, наш сосед, которая сволочь такая. Он же узнал, что это Артём. Ну как же так? Ну всё равно же выяснится, что их найдут. Хотя бы поставили. Вызвали, скорую ехали. Он у меня один, один сыночек был. Водителя взяли под стражу на весь период до судебного следствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Двоих пассажиров авто опросили и отпустили домой. Пока они по делу проходят как свидетели. Сутки машину с телом Артёма водитель скрывал в частном секторе. Свои действия он объясняет тем, что, мол, был в состоянии аффекта и просто испугался. А также, признаю отца, в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Я вылез, хотел везти его в больницу. Посадил со мной, был мой двоюродный брат. Мы открыли ляду. Я попросил помочь его положить в салон, потому что дождь и шёл. Ну так, не сильный дождь. В общем, пасмурная погода. И всё это в резину. Мы его хотели положить в салон. Я пощупал пульс у него. Проверил дышать, но он уже не подавал никаких признаков жизни. Родные Артёма уверены, виновники аварии даже не пытались оказать ему первую помощь. И даже на камерах зафиксировано, что это было доли секунды. Вот, они вышли, посмотрели, сбили. Там не видно, проверяли или нет. Они его сразу погрузили и увезли. Даже не было мысли, что его помогать или вызывать скорую. Тройное ДТП произошло вечером 8 ноября возле станции метро Алексеевская. Водитель автомобиля Саман сбил 13-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии. Не справился с управлением и через 50 метров врезался в припаркованные автомобили ВАЗ и Сузуки. Пострадавшую доставили в медучреждение. Её жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, водитель и пассажир его авто находились в состоянии алкогольного опьянения. 10 ноября около 8 часов вечера в районе площади Независимости в городе Богодухове рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Ромны-Харьков, уходя от столкновения с велосипедистка, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте. Его тело из транспортного средства спасатели доставали при помощи спецоборудования. И здесь уже работники госавтоинспекции нас вызвали для того, чтобы им оказать помощь. Потому что во время вот этого столкновения была деформация в основном части той, где находился водитель. И его нужно было оттуда извлекать. Извлекать до того, чтобы дальше продолжать осмотр места происшествия и всё-таки осмотреть погибшего. По информации спасателей, также в аварии пострадали два пассажира автобуса, велосипедистка осталась живых.